Второе правило торговца оружием. Всегда обеспечивай надёжный способ оплаты. Лучше вперёд. Идеально на счёт в офшорном банке. Поэтому я так осторожно отбирал клиентов. Можете говорить что угодно о диктаторах и тиранах, но порядок блюсти они умеют. Они всегда платят вовремя. Это ещё что? Шесть кило частика кокаина. Я не смогу положить это на счёт в банке Чейз Манхэттен. Слушай, козёл, скажи лучше спасибо мне. Знаешь, сколько за него платят на улице? Из-за таможенных конфискаций на той неделе цена подскочила почти на 30%. Так, 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 так. Я продаю оружие, не наркоту. Диверсификация. Есть же принцип. Нет денег, нет товара. Ты с кем говоришь? Что ты задумал? Пошёл ты! Пошёл сам! Не надо никому ссориться. Мы что-нибудь придумаем. Нет, Вит! Договорились, договорились! Чёрт! Первое и главное правило торговца оружием — не получать пулю из собственного товара. Как ты? Нормально. Что будем делать? Отметим. Наркобарон был, в общем, прав. Доставив кокаин штат и сбыв его, я получил хороший навар. Он был бы ещё лучше. Продай я на килограмм больше. Виталий! Виталий! До сих пор не понимаю, от чего бежал Виталий. Может, от самого себя? Я нашёл его через 12 дней, и за 2000 миль в дешёвой боливийской гостинице он уже пропустил через себя 150 грамм порошка. Разумеется, девушка моя мечта и перейдила меня и там. Виталий! Открой! Чёрт, Юрий. Это мой брат, Юрий. Мой старший брат. Что за чёрт? Украина. Я был мал, но я помню. Видишь, я начал с Одессы, а потом пошёл в сторону Крыма, и я вот... Да ты сдохнешь, не успев дойти до Киева. Собирайся, едем домой. Давай! Ты сволочь! Подлая сволочь! Подлая сволочь! Чего тебе надо? Поехали, брат. Юрий, как хорошо дома. Ещё, думай, слома. Давай. Выходи, брат. Виталий, ты должен выйти из машины. Я обещал родителям. Прошу. Время пройдёт незаметно. Заведение высшего разряда. Тут лежат две супермодели, а дикторша с телевидения здесь и Юрий. Прошу тебя. Умоляю, дай Юрий. Ты хороший брат. Ты хороший брат, Юрий. Ладно, ладно, ладно. Мой добрый брат. А теперь выходи. Давай. Выходи. С тех пор я работал в одиночку. Я никогда не понимал, какая разница между любителем расслабиться и законченным наркоманом. Но бог свидетель, я сам вполне мог оказаться на месте моего братишки. Впрочем, у меня тоже было своё неотвязное пристрастие. Всё та же Эва Фонтейн. У нас, говорят, шило в мешке не утаишь. И я, и она по-своему завоевали мир. Давай. Продолжение следует...